В это время года я думаю о чем-то ярком, теплом и думаю написать серию работ «Холст масла», чего я не делала, как ни странно, уже много-много лет, и написать какие-нибудь очень активные, яркие работы, чтобы никому не нравились, а нравились только мне. Иногда ты понимаешь, что ты сделаешь какой-то проект, он очень хороший, интересный, но непонятно, где его выставить, потому что в нашей ситуации, нашего арт-рынка, скажем так, арт-бизнеса, вообще выставочной деятельности, ты не можешь показать все, что ты хочешь, потому что существует цензура, еще и более того, внутренняя цензура, все хотят, чтобы было ясно, понятно, чтобы не о чем было думать совершенно. Мне бы хотелось не делать, вот как делают все натюрморты пейзажи, хотя я тоже это люблю, но в то же время я понимаю, что сделав такую выставку, ее не поймут и не оценят. Тема страха, тема зла, то есть это тоже слишком серьезно для того, чтобы показывать ее всем в этой стране. Это будет просто неправильно воспринято. Я уже накричалась, то есть я уже делала какие-то такие оригинальные вещи. Бесполезно о чем-то говорить. Мне кажется, иногда молчание твое, оно больше скажет, чем какие-то банальности, которые, в общем-то, понятны и знакомы. Мне просто хотелось бы, чтобы люди были чуть-чуть внимательнее, что ли, чуть-чуть более любознательными и не отрицали сразу то, чего они не понимают. Потому что они начинают пугаться страшно того, чего они не понимают. И художника доводят тоже до ручки своим испугом, поэтому мы начинаем бояться вместе. Я очень близка со своими родителями. То есть когда мне говорили раньше, что я необыкновенно похожа на своих родителей по стилю, по содержанию своих работ, мне кажется, а как иначе? Если это высочайшие примеры, то есть лучшее искусство, почему в начале пути своего, да, на кого хотеть быть похожим. Тем более, опять же, если в семье хорошие отношения, если они являются твоими учителями. Но просто я уже взрослая девочка, я выросла, и мы думаем по-разному. Я вот выставлялась на Славянском базаре, например. Вот. И почему нет? Потому что вообще выставляться негде. Ну и мне даже было приятно, что меня позвали, потому что я еще хожу в разрязе таких молодых художников, а обычно на серьезные мероприятия, зовут таких более солидных мэтров. Опять же, чтобы никто не боялся, не дай бог. А тут вот я даже порадовалась. И чтобы никого, опять же, не испугать, вот туда поехали птички и цветочки. Мне же такой возможности прям так вот щелкнул пальцем и выставился там, я не знаю, в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке, хотя у меня были и такие выставки. Мы все время ждем какого-то человека, который придет и тебя куда-то позовет.